Жизнь фламандского художника Александра Андринсона отразилась в документах эпохи краткими отрывочными сведениями. Достоверно известно, что он родился в Антверпене в 1587 году и, видимо, не покидал города в течение всей жизни, прожив в нем до 1661 года. В 23 года он получил звание мастера, вступив в гильдию художников, сначала как живописец с водяными красками, а впоследствии как автор картин маслом. Большим событием в жизни родного города Андринсона стал торжественный въезд в Антверпен в 1635 году нового правителя страны, инфанта кардинала Фердинанда. По этому случаю на улицах и площадях воздвигались триумфальные арки, украшенные картинами, в полигарической форме, прославляющими достоинство нового наместника. В оформлении города участвовали многие антверпенские художники. Руководил всеми работами первый живописец Фландрии Питер Пауль Рубенс. По его эскизам другие мастера исполняли росписи триумфальных сооружений. Вместе с ней в подготовке праздництва принимал участие Александр Андринсен. Однако обращение художника к монументально-декоративному искусству осталось единичным, обусловленным обстоятельствами и эпизодом. В основном он посвятил свое творчество станковой живописи, постоянным жанрам, в котором всю жизнь работал Андринсен, был на тюрьме. Возвращение художника к монументально-декоративному искусству осталось единичным, обучение художника к монументально-декоративному искусству. И все же искусство Андринсена пользовалось заслуженным вниманием современников. Живописец нашел свой путь. Он не стремился подражать монументальным полотнам Снеберса и не соперничал с Яном Фейтом в создании изысканных по цвету и композиции охотничьих трофеев. Его произведения скомпонованы из цветов, птиц, рыб, вас, серебряных сосудов, фруктов, как добросовестно перечисленные в одном из документов, встречающиеся в произведениях мастера предметы. Особенно удавались художнику рыбные и натюрморты. Целый ряд произведений он посвятил изображению дорог мастерской стихии. Андринсен показывает их разложенными на керамических блюдах или группирует компактными массами прямо на поверхности деревянного стола. Возле рыбы обычных видов камбалы, корюшки, трески красуются редкостные экземпляры – морской скат, увы, омар, выбранные художником за необычность и живописность облика. Кажется, что только минут назад этих рыб выловили из воды и бросили на стол. Они еще не утратили способности к сильному упругому движению. Влажно переливается рыбья чешуя, сочно поблескивают куски нарезанной трески, на мокрых досках стола и панцири омара играют облики света. Глядя на изображение, как будто чувствуешь свежий воздух морского побережья. Художник разнообразит картины и подбирает такие сочетания предметов, которые оттеняют разные свойства фактуры каждого. Например, в серии цветочных натюрмортов он сопоставляет цветы и дичь, цветы и омаров, цветы и фрукты. Особенности живописного языка произведений Андрянсена хорошо раскрывает натюрморт «Ветчина и омар». Композиция отличается простотой и упорядоченностью. Вытянутые по вертикали силуэты кувшина, бокала, стакана чередуются с овальными очертаниями других предметов. Все вещи размещены таким образом, что почти не заслоняют друг друга. Художник дает возможность полюбоваться каждой из них в отдельности. Однако натюрморт не становится от этого простым перечислением предметов. Единство картине придает общий теплый тон колорит, широкая манера красочного маска. Субтитры создавал DimaTorzok Андрянсен. Андрянсен не обладал таким чувством эффектной декоративной композиции цвета, как Снейдер, Селефель. Его картины выглядят скромнее, но отличаются силой непосредственной передачи натуры. Этот трезвый реализм импонировал не только задачика, но снискал Андрянсену признание художников. О многом говорит тот факт, что Рубенс приобрел в свою коллекцию, известную своим высоким художественным уровнем, две картины Андрянсена. По глубокой старости Андрянсен сохранил творческую активность. Последние его подписные работы относятся к 1660 году. Через год художник умер. Его произведения, сохранившиеся до наших дней, продолжают радовать современного зрителя, раскрывая перед ним одну из грани богатой и щедрой на таланты художественной культуры Фландарии 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА